здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова Елена и канал женские секреты продолжаю серию экспериментов по зимнему укоренению и на сей раз у нас плодовые деревья у меня деревья пока небольшие но хочется попробовать как они будут укореняться пробовала я укоренять в грунте у нас зимы холодные достаточно долгие то есть процесс укоренения нужно начинать либо в конце сентября но не в октябре и либо зеленым черенкованием зеленым черенкованием я пробовала укоренять яблони они укореняются неплохо груши тоже вот семечковые культуры они как бы легче укореняются косточковые укореняются гораздо сложнее такие как слива черешня вишня и прочее но вишня неплохо размножается корневыми отпрысками и зелеными черенками с черешней конечно сложнее слива у меня растет 1 пока 1 она у меня выращена из черенка я ее заказывала и посадила и весной посмотрела что она начала пропадать и вот верхний черенок я взяла укоренила и сейчас у меня это уже огромное трехметровое дерево конечно она еще не цвела но во всяком случае жду и черенки с них уже взять можно зимняя черенка для зимнего черенкования черенки должны быть вызревшие и большие то есть не такие как мы зелененькие режем веточки с двумя-тремя листочками а именно толстые чтобы они успели и чтобы они смогли и перезимовать и плюс ко всему еще дать корни то есть питание там должно быть достаточно много но для них и нужно еще и создать подходящие условия и плюс ко всему желательно соблюдать стерильность чтобы не было загнивания в общем нарезала я черенки вот такие у меня черенки сливы они у меня достаточно жирные как вы видите длина около 30 сантиметров и достаточно они толстенькие два черенка я срезала с груши так и здесь у меня яблоня чудная два черенка и три черенка с яблони московское ожерелье кстати укореняются лучше именно нижние ветки из нижнего яруса поэтому те ветки которые при осенней обрезке у меня были лишние я их и взяла для эксперимента теперь чтобы не был не попала инфекция поскольку хранится они у меня будут в погребе верхние срезы и вот все срезы где у меня убраны лишние боковые веточки я запечатала вот такой пастой это как искусственная кора называется купила я ее на вал борисе стоит она недешево но она очень экономно используется это такая паста в которой можно запечатывать срезы и вот очень удобно вот таким образом просто обмакнул и все боковые срезы тут есть щеточка то есть вот так просто проходим там где кора повреждена все верхние срезы все боковые где убраны лишние ветки я запечатала нижние срезы которые должны давать корни я обмакнула вот в такой ради green синий это для гортензии вот такая баночка тоже покупала на вал борисе и после того как я все вот еще пропустила после того как я все это обработала я дала подсохнуть этим черенкам но где-то минут 15-20 черенки хранились до сегодняшнего момента у меня в холодильнике резала их три дня назад когда последний раз была на даче но это можно провести такой эксперимент даже если у вас уже выпал снег если уже морозы ничего страшного даже среди зимы если вы сможете подобраться к своим растениям мы зимой на дачу не ездим но может быть разочек еще попадем туда в общем все это подготовлено подписано и сам теперь мы их отправляем на хранение рассчитывать на то что у нас к весне будут корни я не рассчитываю но во-первых за зимний период черенки отдохнут и у них может появиться калус при температуре от 0 до 5 градусов как в погребе это самая такая оптимальная температура и для хранения и для прорастания корневой системы беру я обычную коробочку из-под сока взяла опилки опилки я пропарила на даче то есть я они у меня стерильные пролила водой с добавлением вот такого корень супер препарат 5 грамм на 5 литров разводится то есть это стимулятор корнеобразования но плюс ко всему ради green для чего нужен это гель и он запечатывает как бы нижние срезы и плюс еще стимуляция корнеобразования то есть на дно коробочки я насыпаю пару сантиметров опилок промоченных опилки должны быть вот влажные вот вот такой консистенции то есть он должен держаться но вода с него капать не должна это самая такая оптимальная и все череночки я сюда аккуратненько составляю не втыкаю а именно составляю чтобы вот этот гель остался на корнях на срезах а теперь присыпаю вот этим оставшимися опилками яблоню чудное я уже укореняла зелеными черенками она как бы неплохо укореняется но дело в том что зеленый черенок прежде чем он превратится вот в такой ему нужно как минимум два года если брать черенки такие уже достаточно взросленькие то они могут сразу дать нормальные побеги но много побегов оставлять не нужно один-два побега чтобы они успели вызреть сейчас наша задача получить корневую систему вот так это все хорошенечко пересыпаем черенки я погрузила в опилки до половины как вы видите макушки все на улице теперь чтобы не испарялась влага зимой в погребе я бываю крайне редко и поливать конечно я их не смогу но у меня обычно в погреб либо муж либо сын ездит поэтому я могу только дать указание что сделать и не надеюсь что эти указания будут выполнены в полном объеме поэтому стараюсь сделать так чтобы можно было контролировать процесс самостоятельно так будет меньше испарения макушечки у меня нас будут дышать а нижняя часть будет в мокрых опилках теперь все это вместе я заворачиваю в пакет но уже с головой этот пакет я на наглухо не завязываю то есть так немножечко чтобы его можно было подвесить такие ушки я оставлю и в таком вот состоянии я их подвешу в погреб где-нибудь на крючочек там где не попадает конденсат главное что там не было лишней влаги можно поставить на пол там где не мешаются куда-то под лесенку можно подвесить чтобы главное чтобы там и воздух был и прохладно было и в то же время не было излишней влаги то есть на этом моя миссия на сегодняшний момент закончена за зимний период эти черенки пройдут состояние покоя естественное как вот в природе и в конце февраля или в начале марта их можно будет вытащить уже и потом уже укоренять дальше почему в конце февраля или в начале марта на дачу попасть и срезать черенки нереально это во первых во вторых из-за время зимовки на черенках может появиться калус во всяком случае срезы уже затянутся в грунте такого не произойдет потому что у нас буквально через неделю где грунт просто промерзнет и черенки тупо будут спать и соответственно ранней весной я не смогу их срезать потому что в марте и до середины даже до конца апреля там где у меня растут яблони и груши лежит сугроб где-то сантиметров 60-70 естественно я не смогу туда не попасть не откопать эти ветки и найти где они где живые где подмерзшие поэтому режем их осенью это может может быть конец октября это может быть ноябрь в зависимости от того региона в котором вы проживаете что у меня из этого получится эксперимента мы увидим весной черенки у меня полежат в холодильнике до выходных выходные они у меня уедут в погреб то есть не надо давать чтобы почки просыпались черенки да вот сейчас они спящие они должны спать мы их оставим в прохладное темное место и до весны оставляем в покое что из этого получится мы увидим естественно весной на этом сегодня первая часть эксперимента подошла к концу а весной я вам покажу что у меня получилось кому видео было интересно и полезно ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал проводите интересные эксперименты сейчас у нас дачные сезоны уже закончились рассада еще до рассада еще далеко и самое время провести всякие эксперименты кому видео понравилось не забудьте оставить отзыв также если вам нравятся мои видеоролики и эксперименты у меня есть страница поддержки канала вы можете перейти по ссылочке которая находится сразу под этим видео в описании страница поддержки канала женские секреты там у меня есть кое-какая информация личная обо мне о моих растениях ну и соответственно вы можете поддержать канал отправив перечислив любую сумму которую вам не жалко это может быть и сумма с телефона или с банковской карты на этом сегодня все с вами была елена и канал женские секреты всем желаю удачных экспериментов хороших укоренений и жду вас снова на своем канале и и и